Хюрем Султан оставила этот сундук вам. Она приказала доставить его после ее похорон. Хюрем Султан незадолго до смерти просила меня доставить это вам после церемонии похорон. Субтитры создал DimaTorzok Свет очей моих, свет моего сердца, мои дорогие шахзаты. Я, ваша мать, Хюрем Султан, видимо, уже ушла и покинула навсегда этот мир. Больше меня нет рядом с вами. Я всегда боялась не самой смерти, а потерять вас. Боялась, что не хватит на вас моих молитв, моего дыхания и моей силы. Однако, пусть мое отсутствие ни в коем случае не вызывает у вас сомнения в том, что обещания, которые вы дали мне, когда я была на земле, действуют и теперь, когда я ушла в могилу. До тех пор, пока мое имя живо у вас на устах, пока вы чувствуете мое присутствие, я нахожусь рядом с вами. Вы – дети Хюрем Султана. Плоды единственной и величайшей в мире любви. В вас обоих течет одна и та же кровь. Кровь Султана Сулеймана. Аллах мне свидетель. Каждый из вас занимает отдельное место в моем сердце, однако эти места равны. И мой последний подарок вам является тому доказательством. Я оставляю каждому из вас не меч или кинжал, а доспех. Два доспеха, выкованные моими молитвами и слезами. Пока я была жива, то служила вашей защитой. Теперь же вместо меня, пусть защитой вам будут эти доспехи. Я знаю, что это неизбежно, но хоть бы не наступал тот день, когда вам придется надеть их. И я прошу Аллаха, чтобы в тот день вы сражались спина к спине, чтобы эти доспехи защищали вас от общего врага. Но если же вы вступите в войну друг с другом, то знайте, что я буду переворачиваться в могиле. Мой дух будет испытывать адскую боль, и я пожалею, что вскормила вас своим молоком. Ваш путь не война. Мир всегда возможен. Мое сердце, Селин, моя душа, Буизет, да поможет вам обоим Аллах. Любящая вас всей душой и всем сердцем, ваша мать, Юраб Султан. КОНЕРА ФОРТРА ВОСТОРТРА Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Повелитель. Ферхатага, я не хочу видеть в своей комнате Шилков. И не хочу блеска золота и серебра за своим столом. Достаточно скромного убранства. Как прикажете, повелитель. Михримах Султан ожидает у порога повелителя. Она желает поговорить с вами. Госпожа, повелитель сейчас никого не желает видеть, к сожалению. Сейчас же впусти меня. Госпожа. Уйди с дороги. Да. Отец. Не нужно меня избегать. Никто у вас не утешит, кроме меня. А меня, кроме вас. Тяжело осознавать. Мамы больше нет, а жизнь продолжается. Это невозможно. Ее отсутствие каждого из нас вложит. Пустота будто сжигает изнутри. Я умоляю вас, отец. Не позволяйте этой пустоте вас поглотить. Я потеряла маму. Я не могу потерять и вас. Ваши дети, государства, подданные, все нуждаются в вас. Я всегда буду рядом с вами. Мы сможем найти друг в друге утешение. Ведь я, Селим, Бейзет, продолжение нашей матери плоти от плоти. Глядя на нас, вы будете вспоминать ее. Ради нее не отворачивайтесь от нас. Ради нее не отворачивайтесь от нас. Ради нее не отворачивайтесь от нас. Сулейман. Ты немедленно сообщишь мне, если мои заказы не будут выпутаны. Как прикажете, Гюльфем Кафан. Гюльфем! Я не желаю слышать никаких звуков. Отошли всех. Всех! Гюльфем! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это не просто Гюльфэм, Хатун Как им объяснить, что они должны делать? Они немые, Хатун, но не глухие Они слышат, что им говорят, но не могут ответить Повелитель потребовал тишины и безмолвия Гюльфэм, Хатун, это высочайший приказ Повелителя С ним надо ознакомить всех придворных Приказ вступает в силу немедленно Слушайте приказ нашего Повелителя Отныне в моем дворце запрещено великолепие и праздность Музыка стихнет Не дозволено будет проведение праздников По каким бы то ни было случаям Отныне в гареме будет вестись безмолвная жизнь Лишенная серебра, шелков и золота Те, кто ослушаются моего приказа Понесут самое жестокое наказание Что тебе известно о состоянии Повелителя, Соколу? Он в глубоком трауре Приказал, чтобы во дворце не было ни единого звука Траур из-за такой невосполнимой потери глубок Но он не бесконечен Повелитель обратит свой лик на меня И тогда наступит моя эпоха Возможно, что мне не все известно Ты прекрасно знаешь, на что осмелился мой брат Боизет, Соколу Ты уничтожил послание В котором Боизет написал, что идет на меня со своим войском Я был вынужден это сделать ради вас Я это знаю К тому же матушка стала бы защищать его Но теперь это уже невозможно Теперь нет никаких преград для того, чтобы рассказать обо всем Повелителю Я бы не советовал этого делать Это может навредить и вам Вы подослали лазутчицу во дворец и покушались на его жизнь Уверен, что у Шехзадеба из этой есть свидетели Они обвинят вас Свидетели? Кто будет свидетелем Боизета? Лала Мустафа обо всем расскажет Лала Мустафа? Стража! Вот главный свидетель Шехзадеба из этой Лала Мустафа теперь мой преданный слуга Но Боизет Об этом пока не знает Закрой это И это тоже Уберите все Где Хюмашах? Она собирается Только вам лучше остаться Я все решила Собирайтесь Зовите стражу, пусть унесут все это Что происходит? Некоторое время я поживу во дворце А мое состояние тебя не касается Но наступили сложные времена Неизвестно, что будет завтра Твой отъезд может нам навредить К чему создавать нам всем ненужные сложности? И поэтому я должна остаться, Рустем Мехримах Шехзадеб Может, я не вовремя пришел? Что вы, Шехзадеб? Я рада тебя видеть Рустем уже уходит Есть пословица Ниоткуда без добра, Шехзадеб Уход Хюрем Султан Лишил Шехзадеб Значительной поддержки И ослабил его Но есть еще Рустем Паша Рустем Паша Пока поддерживает его Рустем Паша Долго не продержится Без госпожи он потеряет влияние Рустем Паша еще силен, Соколу Его влияние на Повелителя очень велико В память о матушке он постарается сделать все Чтобы помочь Безету Но Рустем Паша хитрый человек Как только он увидит, что Безет проигрывает То сразу же отвернется от него Так же, как и вы Зачем уезжать прямо перед родами, Мехримах? Папа нуждается во мне Я хочу быть рядом с ним Для этого не обязательно перевозить вещи Мехримах, признайся Тебя явно расстраивает что-то другое Я же вижу Кто тебя обидел? Это Рустем? Скажи мне Это твой дворец, Мехримах А Рустем твой подданный Никогда не забывай об этом А я Сделаю все Все, что от меня зависит Чтобы моя сестренка забыла про печаль Если бы ты всегда был здесь Всегда был рядом После смерти мамы я чувствую себя одинокой Сестра в последнее время очень печально Прошу тебя, не спускай глаз, Рустем, от Маджа Я как раз хотел о нем поговорить, Шахзада Уже давно мне не дает покоя одна мысль Рустем Паша не внушает мне доверия Когда-то я даже хотел его убить Но вы остановили меня Рустем Паша был предан Хюрам Султан И всегда поддерживал ее То, что он был предан вам Тоже заслуга, покойные госпожи Однако, станет ли он делать это сейчас? Рустем Паша был на нашей стороне Надеюсь, что так будет и дальше А если он изменит И захочет перейти на сторону врага Его жизнь окажется в твоих руках Вчера я смотрела на звезды Джанфида Их предначертания неоднозначны Мне они непонятны Что же мне делать? Говорят, гадалка Хюрам Султан не ошибается И каждое ее предсказание сбывается в точности Но она прикована к постели Хюрам Султан всегда приходила к ней сама Хюрам Султан просто так ничего не делала Она вас ждет Добро пожаловать, госпожа Простите, что заставила вас ждать Прощу, если скажешь что-нибудь хорошее Я пошутила Хюрам Султан тебе очень доверяла Аллах да упокоит ее душу Аминь Мне бы хотелось узнать, что ты сказала Хюрам Султан в последний ее визит Только истину И я тоже хотела бы ее знать Аминь Я вижу ужасную беду, госпожа Смерть госпожи Это предвестник бури Которая ждет нас всех Скажи, кто сможет эту бурю пережить? Скажи, что ты там видишь? Я вижу здесь льва Льва с орлиными крыльями А на голове у него корона Значит, орла и льва Похоже, это герб Венеции Это символ земель, откуда я родом У династии великое будущее Я вижу, что Династию должен продолжить орел и лев И уже родился Тот Шехзаде Который однажды Взойдет на престол Паша Вы диктовали письмо Зайди позже Рустем Паша Шехзаде Простите, я не ожидал вас Мы не виделись со дня похорон Я пытаюсь привыкнуть к отсутствию херам султан Да упокоит Аллах ее душу Аминь Мы все скорбим Нам всем не хватает ее Ее смерть потрясла всех И изменила наше будущее Да, это верно Но будущее знает Лишь Аллах Всеведущий Рабы его тоже предчувствуют Ты ведь знаешь, что скоро наступит новая эпоха Вопрос в том Где будет твое место в ней Мое место в империи султана Сулеймана уже известно Безусловно Ты очень важен для нашего государства, Паша Но ты проиграешь, если продолжишь служить моему брату Боизету Надеюсь, ты это понимаешь Чего вы хотите? Скоро все будут на моей стороне На стороне главного Шахзаде Надо принять правильное решение, не опоздай Шахзаде Хазрыт Лири Рустам Паша у себя Я сообщу ему о вашем приходе Не нужно Мы закончили беседу, я ухожу У вас наверняка есть дела Желаю удачи, Паша Шахзаде Что ему было нужно? Я не стану скрывать от вас правду, Шахзаде Шахзаде Селим хочет найти новых союзников Он сказал, что для меня будет лучше находиться рядом с ним И что ты ответил? Зачем вы спрашиваете, Шахзаде? Разве вы не знаете моего ответа? Или вы не доверяете мне? Тебе я всегда полностью доверял, Рустам Паша Но я не доверяю Селиму Он способен на все ради достижения своих целей Конечно, он будет пытаться подкупить меня Но вы можете быть спокойны Я всегда буду рядом с вами И мое решение не изменится никогда Хорошо Мехримах чем-то очень расстроена Подробностей я не знаю Но мне кажется, причина в тебе Для меня Мехримах дороже всего Рустам Паша Я уговорил ее не переезжать И настоятельно прошу тебя Никогда не обижай ее Слышала, что сказала гадалка Джинфида? Победу одержит Шахзаде Селим И тогда взойдет моя звезда Так и будет Гадалка увидела в дыму льва и орла А ведь это ваш символ Верно Откуда эту и убогу знать, как выглядит герб Венеции? Проклятие Проклятие Что с вами? Дафне тоже венецианка Как я могла забыть? А если предсказание указывает на нее? О, Всевышний Как сладко спит мой львенок Лица детей Единственное спасение От черных мыслей о смерти Ты уже столько дней не отдыхаешь Тебе надо поспать Сейчас мне не даст надэфне Селим что-то замышляет Он никак не может успокоиться И Нурбану тоже Ты бы слышал, что она осмелилась сказать Хюрем Султан умерла И твой шах Заде остался один Селиму прекрасно подходит эта наложница Я боюсь только одного, дафне Мне придется нарушить свое слово В том случае, если Селим нападет на меня Беспокоиться о слове данном матери Можно только, если нет угрозы твоим детям Подумай о детях, Бейзет Если ты не выстоишь Прислушаешься к голосу Своей совести и милосердия Твоих детей ждет страшная смерть Все так и будет Подумай о детях Прежде чем принять решение Вспомни о моих словах И тогда решай Я была у гадалки Она славится своими предсказаниями Она мне такое рассказала Не надо ей верить Она шарлатанка Не думаю Если бы она была шарлатанкой Покойная госпожа к ней не ходила бы И не верила бы ее словам Все, что она говорит, сбывается Хюрам султан приходила к ней Перед тем, как заболела Мне она тоже многое рассказала Достаточно Она рассказала мне, что когда один шахзаде Взойдет на престол Другой уже будет в могиле А династия продолжится От представительницы венецианской семьи Значит, ты... Я тоже так думала Но у шахзаде Боизетта Есть наложница Дефне Она тоже венецианка И она любимица шахзаде Эта мысль сводит меня с ума Ведь когда-то я сама отправила ее к нему Пути назад больше нет Если в твоем сердце осталась хоть капля жалости к твоему брату Избавься от нее Траур скоро закончится И повелитель должен узнать О сундуке, посланном тебе, твоим братом Боизеттам Рустам Паша еще не пришел? Нет, госпожа Госпожа Скажите мне, что вас так тревожит? Не важно Госпожа, не говорите так Не будь это важно Вы бы не переживали так сильно, находясь в положении Скажите, что случилось Я готов выслушать вас и сохранить все в тайне Вы знаете, что я долгие годы служил вашей матери И она мне доверяла Рустам Паша вас так расстроил Мне нелегко об этом говорить У Рустама связь с этой иудейкой, сеньорой Мендесом, неплохо Мне трудно в это поверить, госпожа моя Рустам Паша любит вас, в этом нет сомнений Я чувствую Все женщины чувствуют такое Он отдаляется от меня Разве он может отдалиться от вас? Что с вами? Госпожа, что с вами? Сумбюль Аллах всемогущий Разве еще не равна, госпожа моя? Стража, скорее! Быстрее! Сейчас! Ну что же вы стоите? Позовите скорее лекаря сюда! Приятного аппетита, Паша Расскажите, как дела во дворце? Траур продолжается Это очень печально Я слышала, скоро разразится большая буря Похоже, Шахзаде уже не остановить Они готовы на все, чтобы уничтожить друг друга Насколько я знаю, Шахзаде Селим готов идти до конца Кто это сказал? Твой племянник Йосеф Он узнал об этом от Селима Разве имеет значение, кто это сказал, Паша? Вы можете полностью моим словам доверять Говори У Шахзаде Селима есть сундук Который ему когда-то послал Шахзаде Баязет Если султан его увидит Баязета уже никто не сможет спасти Похоже, Шахзаде Селим только ждет подходящего случая КОНЕЦ КОНЕЦ Войди Повелитель Говори, Гюльфен Мехримах Султан благополучно родила Она родила мальчика Благослови тебя, Аллах, моя дорогая сестра Если бы мама его видела И нос, и рот, как у нее А где Рустам Мехримах? Это мне неизвестно Мехримах Поздравляю с сыном Аллах да благословит его Аминь, Селим, иншалла Не думайте, что мои тревоги мешают наблюдать за вами Слово, данное мною матушке, вечно Я хочу мира, как и она Вы обещали не забывать ее наставлений Может, останетесь здесь еще ненадолго, Паша Или у вас совсем нет времени Я уже опоздал Мы пока не будем видеться Обстановка во дворце наколена Шахзаде до сих пор не вернулись в Санджаке Повелитель все еще в трауре И Мехримах тоже Что вы говорите, Паша Вы уже больше никогда не придете ко мне Какое-то время Да Паша Хазритлерии Пришел Махмуд Ага У него срочные новости Что случилось? Поздравляю вас, Паша Мехримах Султан родила сегодня на рассвете У вас родился сын Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok